Отказ нашего полхозного клуба Передавился в личный курс Славкина Айкина Тихоновича Ну и все Ну лежите, лежите на бумажке Все отремонтировали 20 лет прошло А здесь случилось со школой что-то Школу там у нас есть А где школа там? В каком здании где? А бы я ее не оформлял Тридцать, тридцать, тридцать Ну нет, давайте оформлять Теперь раз у меня так-то есть И теперь у меня оформляется Это личная моя собственность Получилось Ну сам я все делал сам Я гражданский строитель Строитель, камень Ну все Помогали И теперь Оформили Теперь я ее сдаю в аренду Корщинской школе Безобнесная аренда Там заключили пока на пять лет Вот Для школы А наши как и учителя Они состоят в штате Школьской школы Вот таким образом Получилось это все Добрый день Здравствуйте Вот это и Росгвардия Хорошо Хорошо Ладно Ладно Зайдем Понятно Школа Зайдем Здесь ничего не было Это все Дома Это не одного Не было Это все Дома Новое Вот это дом у меня Кирпичный Поэтому я сам делал Незерфлезер Мне президент Помог подсоить С привильщими было Тогда был такой указ Что значит Переезжая из города Местность Работать на земле Выделял эти 30 тысяч На главу Хозяйство 50 тысяч На темы Семьи У нас У нас уже домове И вот Местность 34 тысяч Я сразу это перевел По-новому Там кирпичный завод На кирпичный завод И мне как раз на дом Кирпича Я всем говорю Незерфлезер Президент Помог дом построить Ну это мы здесь Как администрация считаем Так что мы Так 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 Ну а Это мы проводим По воскресеньям Занятия Для взрослых Занятия по Библии По Священному Писанию Там По истории Церкви Истории России Проводим по воскресеньям Проводим по воскресеньям Да Давайте Здесь Все делали сами Ниоткуда На Все это Ни одной На Баре там уголь что-то нашел, наверное. Ну и по-другому, что я снимаю здесь. Прямо приготовлено здесь. Болезнику полного. Вот так вот. Так вот. А относительно то, что террористических, это у нас, понимаете, у нас это чужой человек он сразу не видел. Мы знаем, что это человек в Чукове. Он не наш. Два года назад было так. К нам приехал один. По интернету познакомились. Фамилия Малыш. Он где-то с Подмосковья. А сам он с Западной Украины. Вошел как-то к нам он так, что это единственные случаи были, что мы даже его не зарегистрировали. Потом все, как? Да нет. Он наконец-то настоящий человек такой. Он все может делать, там строится. Приехал он два контейнера там морских. У него там было все это. Привез. Прошел почти год. И вдруг зимой. В воскресенье он у меня еще исповедовался, причащался. Неделя прошла. Разговор начался. Президент здесь незаконный. Патриархат Антихрист. Ну и... Роман, надо зарегистрироваться. Я говорю, у Бога зарегистрирован. Ну это везде. Ну как земельный участок оформлять? Земля вся Господня. Мы приводим из Библии. Мы говорим. Когда Моисей вывел народ из Рабса Египетского. В обетованную землю. В Израиле. То каждому колено он его отмерял. И кому сколько? Откуда? Отдотуда этому колено там. Это и Осипову там это. И Сахарову там и Иудина колено. 12 колен было. Вот так. Нет, я не буду. Ну да, позвонили. Мы его приехали. Зимой на снегоходе посередине посадили. Ну везли его. В Барнаул там сколько-то. Ну и депортировали. Вот это такой случай был. А так, что кто-то посторонний у нас это... Ну вообще это... Ну невозможно просто. Мы когда... Воскресенье у нас служба. У нас службы все. Бывает. В воскресенье вечером. В субботу вечером. В субботу вечером. Весенье вечером. На сто процентов. Я даже спрашиваю. Большая общая. Но я его как... Какой количестве. Если по числу... То нет, не большая. 25-30 человек. Но если по числу жителей, то... Понятно вам большая. Поэтому мы... Когда так, что... Особенно летом. По лету... Бывает. Летом... Зимой-то никто не берет. А с летом может быть там... Бывает там... Бывает там... Конопля у вас есть. Там где конопля есть. Мы говорим. Ребята, давайте так. На первый раз мы вас не видали. И вы сюда не приедете. На второй раз если приедете, то вы... Отсюда сами уже не увидите. А все эти, как, кнопки, это... Ну, здесь не работает на них. Ну, если только так, для фикции это... Сделать только что. А... Какое это? Учитель хотели направление вот этих письмов, что в соответствии с постановлением 1165 об утверждении требований о том, что в 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 На территории поселка Потеряев, к Мамутовскому району Алтайского края, расположен храм в честь святого Анфима Некомедийского, относящийся к религиозной организации община православных христиан в честь святого Анфима Некомедийского, поселка Крама Некомедийского района. Нижненько-сибирские епархии, русско-православная церковь, московский патриархат за границей. Таким образом данный объект, согласно постановлению правительства 5 сентября 2019 года, номер 1165, должен пройти процедуру категорирования, либо предоставить сведения о прохождении категорирования ранее. Мы просим вас рассмотреть вопрос о прохождении данной организации процедуры категорирования и связаться с нами по телефону. Так что это вообще категорирование? Что это? То есть там в постановлении можно открыть будет. Есть же у вас интернет? Ну, интернет у меня есть, я не пользуюсь интернетом. Там постановление открыть. Ну, есть у нас у учителя, у учителей. Там прям пример акта категорирования есть. Образец там есть, как он выглядит. То есть просто заполняете по образцу там, грубо говоря, вопрос, есть там, допустим, ограждение. И два ответа, есть либо нет. Вот акт этот составляете, просто заполняете. Там уже все подпишут члены комиссии. Ну, так. То есть, разойти на какой сайт-то? А, в интернете просто... Вбиваете, вот постановление правительства 1165. Ну, он у вас сразу в интернете покажет. И по нему откроется постановление, все. И в конце предложения будет паспорт безопасности, образец. Номера телефонов есть. Перечислен номер телефона, электронная почта. Также я вот бумажку поставлю, что если какие-то вопросы будут, тут и номер телефона, и адрес есть. Обращайтесь, все, конечно, подскажем. Вообще, если какие-то вопросы будут, любые, если сможем чем помочь, звоните всегда, поможем, подскажем. Можно подписать, что? Сиди обращаются. Разницы нет, мы одно. И на раз приходится хвостям обращаться. То есть, что, получили копию вот этой бумаги? Ну, ну, учись, что, получили, что. Распишите. Если-таки прямо не входит в проходение процедуры. Категорирование. Категорирование, да. И паспортизация региональных объектов. Ну, что. То есть, в принципе, и вот тут адрес есть. И в бумаге номер телефона. Это мы проходили в советское время, было. Тогда были уполномоченные ставлены по, значит, этому самому регулированию региональных объектов советской власти, министерства. Обычно этим там было, значит, краевой, районный уполномоченный. Ну, а краевые были, областные, как обычно, были это уже, ну, как заштатные, скажем, сотрудники КГБ. Я в Тюмени служил, в Тобольске служил. У нас был Михаил Иванович Третьяков, генерал-майор КГБ в отстатке. Он этим местом занимался. Культурный человек очень. Придешь, он поговорит с тобой хорошо, все, ну. То есть, наблюдатели были такие. Как бы, это все. Сейчас это, как бы, ушло даже переехать в другой город, допустим. Приходит я с Сургута, письмо такое. Я прихожу, и сейчас у нас уже мне староста, говорит, Батюшка, вам, наверное, письмо. Читаю адрес. Город Тобольск, главный храм главному батюшке. Но я был настоятель. Ну, вот, пишет женщина одна. Я, значит, православная, но мы, когда нас сюда, там, их ссылали, мне была девчонка была еще, и больше там храмов не было, был крайний в Тобольске, а не далеко, там, в Сургута. Вот, я больная очень, мне нужно бы поисповедать, по частицам. Я с этим письмом к архиерею еду в Томск, в Омск. Вот, это Омско-Тюменская была епархия. Он говорит, надо к Михаилу Ивановичу обязательно. Как Михаилу Ивановичу. Михаил Иванович все выслушал, прочитал письмо. Итак, поезжайте, я с дипломатической почтой пришлю вам разрешение. Я сохранил эту справку, есть такая. Справка дана Лапкину Акиму Тихоновичу, настоятелю Покровского собора голода Тобольска, что ему разрешается выехать в город Сургут для совершения на тяжело больной женщины культовый обряд. Это таинство, но это обряд. Правильно, только с этим. И он мне, когда приедете, первым делом зайдите в город с полком, отметить, что вы прибыли. Вот так было. Понял. Вот так было. Здесь пишите, что получено. Вот здесь, в самом низу, получено. Получено, подпись, да. И подпись. Ну, ну, вот. Все. Спасибо большое. Спасибо большое. Пожалуйста. Значит, еще раз я спрашиваю, зайти на это, и там будет это, ты его заполнишь. По электронной почте, так же, вот. Можете отправить, да. Проверим. Все, посмотрим. Отпишем. Ладно. Так, так вы как с милицией, или это... Нет, это мы отдельная структура от МВД. Отдельная. А какие ваши обязанности, значит, как-то есть? Охрана имущества физических и юридических лиц по договорам. Также мы занимаемся в соответствии... У нас есть подразделение ОМОН-СОБР. Занимаемся охраной общественного порядка, обеспечение общественной безопасности. А вот сейчас с этой операцией... Как она это? Ну, мы туда лично, мы не привлекаемся туда. Не привлекаемся? Там регулярная армия. Только, значит, контрактники срочной службы? Не, у нас же нет. То есть, как бы, мы не относимся к министерству обороны. А, ну, вот, министерство обороны. Значит, срочников сейчас в операции тоже нельзя... Нельзя, и куда. Как-то было, говорит, там попали, то ли по ошибке... Ну, по ошибке их вернули. У нас уже, да, наказали. Ладно, хорошо. Это вам визиточку. Это у нас товарищи возникли. Сайт сайты есть, там зайдут. Очень богатые, там, на обратной стороне все наши дамы. Так, а сейчас куда выезжать уже? Мамы-то? Да. Вот вы сейчас, вот дорога идёт. Едет и повернёт направо к железной дороге. Угу. И она прямо выйдет, там, вдоль железной дороги, потом налево до переезда. Переезд приездников, и там дорога прямо идёт, и прямо до трассы выйдет, и на асфальтную трассу, и пошёл. Понял. На мамонта. Вот. Не надо никуда крутиться, ничего. Постараемся. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Если что, звоните. Поросыл. Я сейчас приду домой. Так, шофёров, позвольте, пожалуйста, визиточку нашу. Во славу Божию. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok